Кубок чемпионов Женщины, старики, дети, профессионалы, любители. В общем, все, кто желает поплавать. Впрочем, ограничения все же есть. Детям до 16 и тем, кто не способен конкурировать в воде с топором или ломом, лучше понаблюдайте соревнованиями с трибун. Участники заплыва доказывают – научиться плавать могут все. Я не умела плавать кролем вообще. Через месяц я прожила свой километр. И, собственно говоря, сегодня первый заплыв в открытой воде – три километра. И меньше чем через четыре недели мы плывем Марсель пять километров. Будем забегать из замка Ив. Помериться с силами можно было на длинной дистанции – 3000 метров или проплыть одну морскую милю – 1852 метра. Больше всех желающих сразиться в преодолении морской мили. Люди приходили целыми семьями. У нас этот заплыв, он как семейный, традиционный. Потому что, когда все начиналось, участвовала я одна. На второй год привела свою подругу и папу. А теперь это для нас такой маркер спортивного лета. Начало сезона спортивного. И вот мы участвуем, несмотря на ночные смены и все прочее. Московский этап Кубка чемпионов 2016 собрал рекордное количество участников – почти 1100 человек. Естественно, такое массовое водное событие привлекает внимание. С берега за пловцами наблюдал действующий рекордсмен мира Евгений Каратышкин. Вполне возможно, что последующие этапы, может быть, в следующем году, я, конечно, не исключаю такой возможности, что заявлюсь. Праздник водного спорта помог организовать спортивный клуб КПРФ. Ежегодно спортлуб проводит соревнования зимних и летних видов спорта. В спортклуб входит и команда по мини-футболу. В этом году молодежный состав мини-футбольного клуба КПРФ выиграл Кубок России. Неудивительно, у спортивного клуба КПРФ появились свои поклонники и завсегда таим. Мы вот видим уже много знакомых лиц. То есть люди приходят на разные наши мероприятия, видимо, передают информацию друг другу. И вот есть уже какой-то костяк, который постоянно участвует в наших мероприятиях. И плюс они еще подтягивают своих знакомых, что очень приятно. И пока мы наблюдаем положительную динамику. А впереди плывущих всех, как и в прошлом году, профессиональные пловцы. Кому же, как не им, выигрывать соревнования по плаванию. Среди мужчин первым финишировал мастер спорта Роман Юсупов. А среди женщин тоже мастер спорта по плаванию чемпионка России Елизавета Горшкова. Лиза Горшкова, тоже чемпионка России, участие Европы. Всю дистанцию напрягала по ногам. И хотела даже немножко расслабиться, но не получалось, потому что девочке же не проиграешь. Поэтому пришлось всю дистанцию до конца работать максимально. В прошлом году было больше мальчиков. И было чуть-чуть, скажем так, попроще увязаться за ними и отплыть от всех девочек. Но в этом году остался один Рома. И попыталась сесть к нему в ноги и поплыть. Ну, мы с Дашей Климовой, которая заняла второе место, конкурировали по дистанции и уже в конце разбрались. Московский этап Кубка чемпионов завершен. Впереди заплывы в Липецке, Переславле, Залесском, Самаре. А в июле Кубок чемпионов снова приедет в Москву. Иван Жушман, Алексей Шеляков, КПРФ ТВ. Редактор субтитров А.Семкин